Здравствуйте! Начинаем очередной урок школы покера. На прошлом уроке мы разобрали, что такое покер в сети интернет, а сегодня наша тема скорее медицинская и философская. Это лудомания или болезненное пристрастие к игре. И теперь я хотел бы пригласить к столу своих студентов. Здравствуйте, уважаемые! Сегодня у нас несколько необычная тема. Ну, не знаю, вы можете воспринимать ее как профилактику. А тема такая – лудомания или болезненное пристрастие к игре. Ну, луда – это латинский корень от слова «игры». Есть блестящая работа Йохана Хёйзенга «Homo ludens» или «Человек играющий». Вот. И вот от этого слова «ludи», то есть «игры», то есть «игромания» произошло вот это слово. Но мне хотелось бы поговорить на эту тему. Во-первых, хотел спросить, может быть, случайно у вас есть какие-то примеры, может быть, кто-то из ваших знакомых так вот пострадал, заразился, не смог бросить, я не знаю, лег на излечение? Вот у меня бывший одноклассник рассказывал, как его согруппник настолько доувлекался, что миллион проиграл. Долларов или рублей? Нет, рублей, к счастью. К счастью, рублей. Машина. Ну, тоже как бы сумма немаленькая. Конечно, конечно. У меня было одно, но это очень как жалкое случай, но приятельница наша проиграла миллион долларов в казино, и мужу испугалась сказать. И она, как заплатить долг, из окна выбросилась на смерть. И тогда ее долг был прощен. Ну, это уже как экстремальный конец этой ситуации. Так что это как серьезная тема. Бывают. Как бы игрок ни был спокойный, все равно лучше сразу не подходить к этой, или к рулетке, или к кровавым автоматам. Гра, которая сразу сама по себе полминусовая. Потому что каждый может заиграться, даже просто там такой азарт, мало ли что. И проиграть целое состояние, бывает же. Лучше сразу не подходить к своей минусовой игре. А покер, осторожно играть по банкролу, идти по лимитам выше. Потому что, если будет одна вылазка выше, то потом будет и вторая, и так он со временем проиграет все свои деньги. Да, но проблема, ты сидишь за столом, да, и у тебя игра начинается идти. Потом в какой-то момент она начинается так. Но ты все думаешь в голове, что подожди, у меня через 5 минут или 10 час пойдет. И когда еще тебе казино, или где ты играешь, дает тебе деньги, и говорит, ты нам заплатишь потом. Я бы тоже бы подала. Поэтому лучше иметь большой запас банкролу. Только я бы чепрыки бы продавала, чтобы заплатить. Некоторые играют по 200 боев, если он играет там 5-10 центов, он имеет такой запас большой, там 500 долларов, 1000 долларов, и никогда не идет на лимит выше. Это как бы важное правило игрока. Если он не будет его нарушать, он никогда не будет ладоманом, не проиграть свои деньги. Это важное правило думающего и понимающего игрока, который различает положительную и отрицательную игру, и играет не потому, что ему хочется отыграться, и он думает, вот-вот сейчас мне повезет, и начнут приходить там тузы и короли. А просто потому, что он знает, что он в среднем играет лучше, чем свои оппоненты, он видит их ошибки, он может оценить деньги, которые они проигрывают, эти виртуальные доллары-склански, которые мы проходили в фундаментальной теореме покера. И он понимает, что у него положительное матожидание в целом, и он знает, что такое дисперсия, как среднеквадратичное отклонение от ожидаемого результата. Я специально пугаю вас этими среднеквадратичными словами, потому что на самом деле это все поддается исчислению. Когда мы говорим о болезненном пристрастии людей, которые не понимают, что они делают, старушки, которые стоят в автоматах, конечно, это уловленные души, и на мой взгляд, это большой грех их ловить. Тем более, что, как правило, они еще обмануты, у них написано, что там 90% выигрыша. Они думают, о, 90% людей, которые ходят, выигрывают. А на самом деле им говорят, что 90% тех денег, которые они туда бросают, идет на выигрыш. Это значит, что у них минус 10%. Если мы, например, там вдруг пойдем играть в рулетку с вами, у нас будет минус 2,7%. И мы считаем это огромное отрицательное матожидание, которое не может победить никакая система игры в рулетку. И мы, чем длиннее наша игра с таким отрицательным матожиданием, тем хуже наш результат. Мы же знаем фундаментальную теорию покера. И мы говорим, что если мы сделали ставку с положительным матожиданием, и у нас там был плюс 15 долларов, то нам не важно, там пришло нам или не нам. Мы знаем, что эти виртуальные доллары-скланские как бы накапливаются, и рано или поздно на длинной дистанции они материализуются. А если у нас есть минус 2,7% или 10%, как в автомате, то мы тоже должны понимать, что это отрицательное матожидание рано или поздно материализуется. И Достоевскому сильно не повезло, когда он приехал в Баден и выиграл в первый свой приезд. Именно потому, что он уверил в том, что такие легкие деньги можно срубить, и что это гораздо лучше, чем зарабатывать рабским писательским трудом. И он говорил еще, ну на самом деле прекрасное рассуждение, он говорит, я не понимаю, чем способ зарабатывать на жизнь игрой хуже, чем, например, торговлей. Ну в торговле тоже всякие стараются как бы обмануть ближнего, купить дешевле, продать дороже, и зарабатывают, и это почему-то не считается зазорным. А в игре совсем другая вещь, то есть в игре там 100 франков, 1000 франков на ресторан, на любовницу, это корысти наживо, а скажем там миллион франков, это уже идея. Потому что это идея свободы от вот этого рабского писательского труда, потому что писать за деньги, говорит, для меня и тяжело, и унизительно. И физически тяжело, и унизительно нравственно. То есть писать ради гонорара. Ну я вам хочу сказать, что в этой теме, на самом деле, ну, на мой взгляд, проблема недостаточно изучена, а спекуляции на эту тему я уже слышал, ну, очень и очень много. И я даже примерно представляю, откуда ноги растут, в чем причина такого количества спекуляций. Потому что, например, если деятельность, ну, какая-то бизнес-деятельность связана со здоровьем людей и может повлиять, как там фармакология, медицина, например, юриспруденция, педагогика, вот. Она требует другой лицензии и другой разрешительной системы. То есть если доказать, что такой бизнес, как связанный с игрой, может повлиять на здоровье целой нации, то тем легче его запретить или сделать такой величиной плату за лицензию, что она будет неподъемна для какого-нибудь среднего предпринимателя. Поэтому, на мой взгляд, то, что мы видели в России, это была заказная компания, которая, ну, пыталась передать этот бизнес в руки крупного капитала, как бы. И мне не раз приходилось участвовать, например, там в телевизионном мостах на тему лудомании, когда сидит за круглым столом там человек в белом халате, главный врач клиники каких-нибудь пограничных состояний. Меня приглашали как эксперта по играм. Рядом за столом сидит депутат Игорь Юрьевич Денис, разработчик закона об азартных играх. Вот. И мы с профессором спорим о том, что такое лудомания. Он говорит, что есть там какие-то симптомы, что можно каким-то образом диагностировать. И даже уже есть специальные клиники и какие-то методы лечения. Я же, в свою очередь, говорил, что я не понимаю, как надо лечить человека, особенно взрослого, сорокалетнего человека, который пошел и где-то там проиграл деньги своей семьи, сунул куда-то в автомат или на рулетку поставил. Ну, мне кажется, гораздо лучшее лекарство – это шпицрутыны. То есть это такие пруты, которыми его надо сечь. – Электрошок? – За то, что… Да, вроде как электрошок, но такой по тканям, которые быстро восстанавливаются. – Я думаю, главная проблема в том, уговорить его пойти на это лечение 40-летнего игрока, который проигрывает деньги. Потому что он, кто занимается этой игрой, минус, он, скорее всего, будет говорить, что ему просто не везет, или он так развлекается и не захочет просто пойти лечиться. – В том-то и дело, что шпицрутыны – это такое лекарство, на которое не надо уговорить. – Надо просто положить по перекладке, да, и высечь. – Мне кажется, такие вещи не лечатся. Ну что, ему пиявки надо какие-то ставить или какие-то прописывать антибиотики. – На мой взгляд, он должен просто понимать, что он делает что-то не то. И мы когда-то у себя в журнале опубликовали такое открытое письмо Лудоманам, которое выглядело примерно так, что существует мнение, что игра способна причинить человеку большой вред, довести его до самоубийства, толкнуть на какой-нибудь должностной подлог, на должностное преступление, на клятва преступления, что игра может разрушить семью, разрушить личность. Человек из-за этого уйдет из семьи или его оставит жена, разуверившись в том, что когда-то это закончится. И что игра может оказывать такие негативные, негативное такое влияние и иметь такие страшные последствия. – Мы сказали в этом открытом письме, что все это чепуха. Игра не может ни разрушить личность, ни разрушить семью, ни толкнуть на какое-нибудь преступление, ни тем более довести до самоубийства. Все это могут сделать проигрыши. Бессмысленные проигрыши людей, не понимающих, во что они играют, и какое у них матожидание в той игре, в которой они играют. То есть, и наоборот, если эту игру или какую-то игру ведет профессиональный игрок, который хорошо разбирается в том, что он делает, и делает это со смыслом, и не играет в отрицательную игру, а играет только в положительные игры, то это самый счастливый человек на свете. Он тратит минимум времени на то, чтобы заработать себе на жизнь. Он, зарабатывая себе на жизнь, занимается любимым делом, и он получает удовольствие от самого процесса своей работы. Он имеет возможность, не знаю, поддерживать материально своих близких, делать подарки своим друзьям, своим любимым, возить с этих друзей и любимых на какие-то курорты. Он может заниматься чем он хочет в жизни, читать книги, рисовать, путешествовать. Для него везде есть эта его любимая работа. И он самый счастливый человек. Поэтому, если вы хотите сменить вот эту тягостную обузу вот этих постоянных проигрышей, просто придите и научитесь играть. Или бросьте совсем эту игру на деньги, либо делайте это со смыслом. Ну, наверное, профессионального игрока покер только изменяет лучшую сторону, как человека, потому что он и в жизни начинает принимать плюсовые решения, не делать никакие глупости, в отличие от того лудомана, который проигрывает. Вот время в этой школе я уже на мою жизнь смотрю, как покер-игру. Думаю, мне сейчас холл сделать или рейс. Как, ну, как что, побольше или как. И вы уже знаете, если человек закрывает рот, когда говорит, он, наверное, обманывает. Да, я уже все... Потому что вы уже покер-телс видите и в жизни. Не, я поняла, это как правило жизни уже начинается. Быть и очень хорошей, поумнее стало. У нашего любимого Майка Каро, который вот это все покер-телс, вот, у него его школа покера называется, знаете, как университет покера и жизни. Потому что он не разделяет. И я, на самом деле, тоже не разделяю игру и жизнь. Я даже считаю, что игра немножко больше, чем жизнь. И мой любимый, например, писатель и исследователь игры, Йохан Кёйзинга, автор книги «Хомо Луденс. Человек играющий», он рассказывает такую историю. Он специалист по игре в культуре. И он говорит, когда-то еще в бытность свою ректором Лейденского университета, ну так, на минуточку, человек был ректором Лейденского университета, в 1833 году, я, говорит, был приглашен с лекции в Лондон и в Вену. И тема моей лекции была «Игровой элемент культуры». И говорит, по интересному стечению обстоятельств, в обоих случаях устроители моих этих лекций изменили в названии родительный падеж на предложенный. То есть они назвали лекцию «Игровой элемент в культуре». То есть по-английски «in culture», по-немецки «inderculture». И я, говорит, с тупой настойчивостью кретина возвращал этот родительный падеж, потому что смысл моих лекций был не в том, какое место игра занимает в той или иной культуре, а в том, насколько вся культура представляет собой игру. И вот этот именно игровой элемент этой культуры, он, как бы, я бы и взялся исследовать. Потому что если взять различные проявления человеческой жизни и жизни общества, то мы увидим, что всё это есть не что иное, как игра. Но для этого надо сначала определить, что такое игра. На самом деле, я, например, написал энциклопедию «Игр», но я затрудняюсь дать определение слову «игра». Что это такое, я не могу сказать. То есть, ну, очевидно, игру можно как-то описать, что это по каким-то определенным правилам в каком-то замкнутом пространстве. Но тогда это и театр тоже. Потому что, да, театр – это игра, это в замкнутом пространстве по определенным правилам происходит какое-то действие. это и война, это и бизнес. Потому что они действуют по каким-то правилам, и они пытаются получить, ну, некоторое превосходство друг над другом. Я не думаю, что две какие-нибудь огромные корпорации, такие там, как, например, не знаю, «Кока-кола» и «Пепси-кола», что они соревнуются в том, ну, кто сколько денег заработал. Они уже заработали достаточное количество денег, им хватит, да? Но им хочется лидерствовать, им хочется победить своих конкурентов. И в греческом языке, например, слово «игра» происходит от слова «агон», что в первом своем значении означает «состязание». И поэтому, например, если мы возьмем Олимпийские игры, которые придумали греки довольно давно, там нету игры в нашем понимании, это не шахматы, не бридж, не покер, а это метание копья, метание диска, бег, гонки на колесницах. Люди соревновались между собой, очень часто ставя какой-нибудь приз, доклад, там, какой-нибудь треножницу или светильник какой-нибудь из драгоценных камней, там, материалов, золотую вазу краснофигурную. То есть для греков эти Олимпийские игры – это были вот состязания, соревнования. Поэтому в широком смысле игра – это всегда соревнования. Почему, например, я счастлив, что покер признали видом спорта? Потому что мы, играя в покер, соревнуемся в принятии решений, например. И мне всегда, когда я, например, выиграю какую-нибудь сдачу у Макса, мне гораздо приятнее, чем если я выиграю сдачу у вас, Кайс. А почему? Потому что… Дискриминация. Потому что он мальчик, да? Нет, не поэтому. Нет, не поэтому. Мэн, против американцев, против женщин. Тут ничто за мной не идёт. Если бы мы играли, там, не знаю, на какие-то другие стимулы, там, я не знаю, стрип, покер какой-нибудь, то я бы, конечно, старался… О, это уже сексуальное домогательство. Ни с чем не угодишь. Да, вас бы привлекли. Вот. Поэтому, если в таком широком смысле воспринимать этот корень луди игры… Я до сих пор не поняла, почему против Макса, а не против Макса. А потому что он лучше играет, вы же согласны с этим? С ним интересно просто. Да, и для меня победа над Максом дороже… Я тоже интересная играю. Да, конечно. Что касается прямой выгоды в игре, я вам расскажу один совершенно замечательный феномен, который называется «Петербургский парадокс». Который заключается в том, что играть вообще не надо, потому что выигрыш всегда больше, чем проигрыш. Так получается. Вот, например, у нас с вами есть по 200 рублей. И у вас, и у меня. И я вам предлагаю играть, например, в Орлянку, ну, просто кидать монетку, на 100 рублей, например. Это кинуть жребий, значит, да? Ну, да. Вот на 100 рублей мы сыграем Орёл или Решка. Но при этом мы будем считать, что… Это все наши состояния, и мы будем считать, что наша радость или грусть, ну, пропорционально изменения нашего состояния, да? Например, я проиграл. Моё состояние уменьшилось в два раза. Ну, и пропорционально этому количеству изменения моего состояния, мне грустно. Обидно, там, досадно, я жалею об этом. Вот. А ваше состояние, теперь вот нынешнее, увеличилось только на одну треть. Вот только что у вас было две фишки, а стало три фишки. То есть вот у вас на одну треть только что было меньше. То есть я потерял половину, а вы приобрели только одну треть. Вот это, вот это, как бы такой, парадокс называется петербургским. Мы его когда-то сформулировали в Петербурге. И на самом деле, если вы играете на какие-то существенные для себя деньги, вот, я бы никогда вам не советовал этого делать, потому что вы будете грустить. Например, японцы сформулировали, почему женатый человек не должен играть в гоно деньги. Ну, потому что, когда он проигрывает, жена его ругает. А когда он выигрывает, жена отбирает у него деньги. Так и так. Нет. Да, так могут наорать, а так просто заберут. Будет все то же самое, что и было. И никакой тебе радости. На самом деле, тема, я бы не хотел совсем ее превратить в шутку или сделать вид, что лудомании не существует, потому что вот эти все статьи, которых я выбирал довольно много, наверное, я не найду времени их вам читать, хотя тут есть очень интересные вещи. Вот видите, вот павловские собаки, даже считается, что у человека вырабатываются какие-то рефлексы, что лампочки загорают, цвета музыка, звенят монетки, и вот он хочет эту эйфорию испытать вновь и вновь. Есть физиологические объяснения, что когда человек играет, у него вырабатывается адреналин. То есть, ну, это все признают, что ради этого человек и играет, и ищет острых ощущений. Поступает в кровь и адреналин. Но поскольку это состояние стресса, когда ты под адреналином сидишь много часов, и каждую сдачу, там, раз, 30 раз в час, у тебя происходит выброс адреналина. Организм борется с этим состоянием стресса и посылает нейтрализатор этому адреналину, ну, некий материал, который ученые назвали, там, эйфорин. он сродни как бы наркотику, не адреналин, а вот это эйфорин. Он успокаивает, сглаживает, и ты получаешь ощущение, ну, сродни как бы наркотического опьянения. Вот. И что, после того, когда человек привык сидеть вот на этом эйфорине, который вырабатывается только тогда, когда ты много адреналина слешь в кровь, то потом он уже как бы без этого эйфорина не может, и он хочет непрерывно играть и играть. Вот. Но я вот не знаю, например, какие нужны примеры, скажем, меди там лучше, чем я сам, потому что я сам в игре, ну, по крайней мере, 35 лет. Вот. И я, например, на себе никаких таких симптомов не чувствую. Например, я потратил месяц на подготовку материалов к этой школе покера и еще две недели на то, чтобы ее снимать. Вот. За это время я ни одной из дачи ни в какую игру никогда не сыграл и не испытывал ни малейшего желания. Мне просто было некогда. Вот. Поэтому, ну, не знаю, у кого это может быть болезненным. Или, скажем, например, мне когда-то довелось написать с коллегой на танцовом книжку «Можно ли обыграть игровой автомат?» Но я до сих пор горжусь тем, что даже в процессе подготовки к этой книжке и в процессе сбора материалов я ни разу не сунул ни одного рубля в этот автомат. Ни разу? Никогда в жизни. Ты вы шутите? Нет. Не может быть. О, камай. Скажите. Ну, только вам и по секрету. Я наблюдаюсь в клинике, но там она уже не говорит. Нет, это шутка. Я на самом деле никогда не играл, просто потому что, ну, когда-то для журнала «Большая игра», я собирал материалы, я интервьюровал производителей этих автоматов. Я понял, как они устроены, и понял, что я бы не хотел играть в такую игру, где, во-первых, она отрицательна изначально. Я же могу повлиять. Я точно так же не играю в рулетку, например. Ну, просто потому что я не могу повлиять, и от моего разумения ничего не зависит. Ну, вам просто нравятся стратегические игры, где надо принимать решения. Я нравятся стратегические игры, но дело не только в этом. Например, есть игры, где нужно принимать стратегические решения, и где верхняя планка находится ниже уровня нуля. Ну, например, если я играю в игру, и там компьютер оптиму минус 2,4%, это если я играю, как Бог, не делаю ни одной ошибки. Ну, естественно, я такую игру исследовав, никогда в нее не играю, потому что ну, и не могу победить. А мне для счастья жизни, вообще для процесса, нужно ощущение победы. На этой ноте прервемся, а я потом продолжу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok выездной покерный турнир Red Sea Cup 2009. Условия участия на сайте tvpropoker.com Потом, ну, есть, например, такие игры, на которые это просто не распространяется, понятие лудомания, как, например, там какой-нибудь преферанс. Вот. Я помню, например, мой отец, который любил очень играть в этот преферанс, и, собственно, я вырос, ну, сначала под этим столом, где они играли в преферанс, потом, когда уже голова появилась над столом, я любил сидеть и наблюдать, и это было для меня самое любимое развлечение, именно сидеть и играть. И меня пытались гнать от этого стола. Ну, что за дело, если там шестилетний ребенок сидит со взрослыми, смотрит на, как они играют в карты, они еще курят. То есть, и меня все время пытались под разными предлогами выгнать, а когда я уже ходил в первый класс, мне говорили, иди делай уроки, иди там помоги маме, иди там погуляй на свежем воздухе. Я заранее делал все уроки, знал, что они будут играть в преферанс. Я с мамой договаривался, что, мам, вот буду делать, что хочешь, там помогать тебе, но накануне. А когда они будут меня гнать, там делай уроки, я скажу, уже сделал. А скажут, ну иди помоги маме. Мама скажет, а ничего делать не надо. То есть, для меня это было лучшее из возможных удовольствий. И они мне еще говорили, ну ладно, сиди, но только тихо, если скажешь хоть слово. И я тогда уже впитал в себя эту этику кибицера или зрителя, что безмолвие и невмешательство. Ни в коем случае нельзя там что-то вмешиваться и говорить. Так вот, я когда приезжал к концу, уже будучи взрослым, он всегда хотел играть в преферанс. То есть, всегда там, я заеду с товарищем, там, ну что-нибудь на 10 минут проведать. О, как раз вас двое, давайте напишем пульку. И вот я помню, я своего приятеля, Павлика Портнова, как-то говорю, ну что, мы же не очень торопимся, давай уважим старика, сыграем с ним пулечку в этот преферанс. Ну и в преферанс тоже же нельзя играть без денег. Ну, мы там, не помню, там по рублю, там завис. Сыграли, папа выиграл, там, рублей 200, довольный. Так получилось, я сыграл примерно в ноль, этот Павлик проиграл, рублей 200, а папа выиграл, рублей 200. И он говорит, ну еще одну вроде вам надо ждать отыграться, я же джентльмен. Я говорю, нет, папа, уже спешим. И мы обуваемся, а я ему говорю, пап, а это, пять копеек за лоха, пусть ты мне же привез, как партнерчик. Папа мне подыгрался, да, чуть не забыл, думал, что лучше потом. Я говорю, да, лучше сейчас, а то забудется. И Павлик так недоумевает, он смотрит вроде, ну, серьезные люди, то есть, никогда бы не подумал. Вот. Ну, это стиль жизни, это игра, и то есть, я не очень понимаю, если бы вдруг кто-то пришел и начал бы нас лечить. То есть, ну, как бы мы сами взрослые люди и сами ответственны за свои решения. И мне кажется, что если мы говорим о лудомании, то это, ну, как-то надо говорить, либо применительно, ну, каким-то подросткам, несовершеннолетним, которые могут взять родительские деньги и пойти в автомат. Но и то мы не должны им говорить, что вот их надо там как-то вылечить. Мы можем говорить им, что, ребята, вы, ну, какие бы ни были, а раз их пускают в автоматы, значит, им уже есть там 14-15 лет, шестилетних же не пускают, даже если они деньги принесут, правильно? Вот. То есть, ну, что вы уже ответственные члены общества и должны знать, что у родителей воровать деньги нельзя, они хорошо. Если ты сам заработал, ты можешь пойти и проиграть их, если ты хочешь, но ты, если они тебе тяжело достались, каким-то трудом и потом, то, может быть, ты найдешь способ, как лучше их потратить. Давай мы тебе объясним, что в эту игру ты никогда не выиграешь. Ну, проблема в домане в том, что многие игроки как раз не понимают, что они играют в минусовую игру. Они думают, вот раз выиграл, просто сейчас не везет. Как раз нужно им объяснить, то, что на дистанции он никогда не будет в плюсе. Он, если сыграет, он просто отдает свои деньги за каждый раз, когда он играет. И все будет зависеть уже от него, как он это поймет. Некоторые понимают, что играют в минус, все равно продолжают. Думают, только стоит им объяснить, и все уже зависит только от них. И потом, я никогда не говорю им, что просто не играйте. Может быть, человек любит играть, и на здоровье он должен просто адекватно воспринимать эту реальность. Я как раз тот человек, который, ну, сам живу с открытыми глазами, и хочу, чтобы вы тоже жили с открытыми глазами. Например, если люди любят играть в рулетку. Ну, рулетка такое незначительное преимущество над игроком, что ты придешь там в казино, там, не знаю, 30 раз, из них ты не 15 раз выиграешь, а там, допустим, 14 раз выиграешь, а 16 раз проиграешь. Вот, поэтому, если ты положил в отдельный карман, там, не знаю, 100 долларов, которые ты решил пустить на вот это свое развлечение, тем более, казино такое место роскошное, все люди там красиво одеты, ты пришел с девушкой, или там, не знаю, с молодым человеком, вам дали там шампанское бесплатно, там какая-нибудь шелтограмма, вот, то есть там, не знаю, угощают сигарами, все так чинно-благородно, официанты вас воспринимают, как вип-клиента, там, двигают стул или на вип-ложу куда-нибудь проводят. Конечно, вам приятно, вы себя чувствуете значимым человеком, вы проиграли эти 100 долларов и рассматриваете это как плату за удовольствие. Вопросов нет, развлекайтесь, как вам удобно, как угодно, кто-то может потратить эти же деньги в кино, в кино сейчас примерно столько же стоят билеты, вы можете пойти в ресторан и там потратить эти или значительно больше деньги, вы можете пойти там в сауну, а вот этот человек любит сыграть на рулетке, кто ему может запретить. Я даже считаю, что, например, если рассматривать такую проблему азартных игр, скажем, с гражданской позицией, понятно, что надо защитить этих старушек, которые проигрывают автоматы, понятно, что надо защитить подростков, которые соблазняются и воруют у родителей деньги, чтобы выиграть. Но мне кажется, что, допустим, вынести там в какие-нибудь специально отведенные зоны или там, не знаю, за городскую черту эти заведения, ну, не совсем правильно с точки зрения, что нарушаются, например, права того человека, который любит пойти и поиграть в рулетку раз в неделю. добавить. Ну, вот я считаю, что казино – это определённая субкультура, где свой дресс-код, свои правила, и нельзя вот сравнивать параллель, проводить с автоматами, то есть автомат – это совсем другой уровень. Тоже согласен. Поэтому нельзя нападать на казино, просто сравнивать покер и автоматы, то есть никто не пойдёт на школу, как он учится играть и обыграть автоматы. Не, ну, покер точно нельзя сравнивать с автоматами и даже с казино, потому что это уже вообще ещё отдельная культура, это уже как бы спорт. Но мы сейчас говорим просто про игры казино и про автоматы, потому что, ну, например, вот, скажем, я отрицательно отношусь к алкоголю, например. Я считаю, что проблема алкоголизма в России реально намного сильнее и более значима, чем проблема, скажем, лудомании, которая, на мой взгляд, высосана из пальца. То есть, если есть несколько человек, которые проиграли свою там машину или там, не знаю, квартиру, не удержались, но это их личная проблема, и пусть они придут на консультацию и спросят, в какую они игру играли, и потом жалеют о том, что они что-то сделали неправильно. Но алкоголизм реально ведет к вырождению генофонда. От алкоголизма огромное количество производственных травм. Если посчитать количество семей, которые были разрушены водкой, и сравнить с количеством семей, которые были разрушены лудоманием, то получатся цифры совершенно несопоставимые. Но я, хотя не пью сам, я не буду голосовать, например, за такой закон, что все винные ларьки и магазины вынести в специально отведенные зоны. Кто хочет выпить, пусть чартером едет в Владивосток или в Алтайский кран, и там напивается до порысячьего визга, и там пусть он вот эту всю им окрасную скорость. Никто туда, естественно, не переедет, естественно, все будут пить здесь, как пили, только они будут делать это с ощущением того, что они делают что-то незаконное, и будут платить ближайшему стражу порядка, чтобы он их не заметил. Ну, на самом деле, все это уже написано, есть Салтыков-Щедрин. Милиционеры и обрадуются с такой законом. Милиционеры и обрадуются любому закону, который начинается со слов «нельзя». Но у Салтыкова-Щедрина есть прекрасная сказка, идет «А вышел на Руси закон, ходить можно только на руках». Ну, идет мужик, ну, как обычно, на ногах, естественно, идет, на руках не умеет, но идет аккуратно вдоль забора, нет ли урядника, ну, то есть, полицейского. На встречу урядник, ты что, так, твой раз так, законов не считаешь? Никак нет, только отдохнуть, перекинулся, мол, выполняю. Ну, смотри у меня. То есть, вот эти все законы, они, на мой взгляд, преследуют вполне конкретную цель, дать возможность уряднику вот над этим человеком иметь какую-то власть и возможность его там, ну, как-то им командовать, понукать и так далее. Да, на самом деле, это просто опять очередная попытка там придумать какой-нибудь закон, чтобы как-то там, не воровать у народа деньги, а легальным образом в казну еще раз взять какую-то сумму денег. Это то же самое, как в Америке сейчас там у них закон, они хотели придумывать в Нью-Йорке за пользование айподом. То есть, если у тебя есть айпод, ты должен платить там 5 или 3 доллара каждый год. Не может быть. Вот. Ну, понятное дело, что его не одобрили, потому что, ну, это бред, на самом деле, это там нарушение чуть ли не свобода жизни. Так, кому Apple платит, да? Так, отчасти и это то же самое. Apple платит 5-3 доллара в ночь. Нет, государству. Государству? Надеюсь, это не мой барак, это придумать. Вообще, это пропаганда, пропаганда. Это лишь бы про американцев сказать что-нибудь плохое. По поводу социальной значимости этого явления, я уже вспомнил там круглый стол, этот телевизионный, где сидел депутат, врач, и я. И депутат сказал, обращаясь к врачу, ну, говорит, вы знаете, мы люди, как бы государственные, это вы можете с лесным разговаривать там на уровне эмоций, там, про шпиц Руцена и так далее. А не могли бы вы мне дать какой-нибудь один существующий диагноз, ну, про конкретного человека, что вот Иванов, Петров, живет там-то, обратился, положили в клинику, поставили диагноз лудомания, мы бы сделали депутатский запрос и решали бы эту проблему на государственном уровне. И вот этот человек в белом халате, который так много говорил про десятки тысяч пострадавших, он говорит, ну, как такового, конечно, одного диагноза у нас нет. То есть, ему даже нет ни одной фамилии, которую он может указать, что вот конкретно человек наблюдается. Вот, потому что это, ну, на мой взгляд, в некотором смысле надутый пузырь. Хотя я не отрицаю возможности существования проблемы и необходимости ее изучения. Потому что, ну, я сам в познавательных целях когда-то пошел на сайт Gambler Anonymous. Я как-то рассказывал это, то есть, общество анонимных вот этих игроманов, лудоманов, где они собираются и точно так же, как анонимные алкоголики, лечат друг друга историями о том, как они бросили, как они вышли вот из этого, отказались от этой пагубной страсти. И я даже запомнил там анкету. Ну, там такая тест-анкета есть, чтобы определить, лудоман вы или нет. И ответил там примерно 20 вопросов, которые выглядят таким образом. Были ли у вас такие случаи, что вы проигрывали и хотели отыграться? Ну, мне всегда, когда я проигрываю, я хочу отыграться не потому, что я думаю, что мне должно вот-вот повезти, а потому, что я понимаю, что это дисперсия, что я должен в принципе выигрывать. Но я жду, пока кончится эта полоса дисперсионная и когда начнется уже моя полоса, когда я буду материализовать свои вот эти доллары-скландские, которые я тщательно как бы собираю. Ага, там поставьте галочку. Поставил галочку, хотел отыграться. А не было ли у вас, что вы хотели играть там два часа, а играли два с половиной? Да, постоянно так. Я сажусь, думаю, сыграю пару часиков, глядишь, уже следующий день начался, вот уже утро. Ну, не скрою, люблю я это дело, мне сам процесс нравится, независимо от того, выигрываю я или проигрываю. Вот, и так 20 вопросов, если хотя бы ответ на половину из них да, то вы уже отъявлены этот лудоман, клейма негде ставить, вас нужно срочно на операцию. Ну, а поскольку мы лудоманы, может, поиграем немножко? Давайте. Вот он будет Катя. Мы играем 25-50 ноу-лимит, то есть у вас маленький блайн, вы ставите 25, рейс, рейс 150, я пас. Сколько? 150. Макс же агрессор, вы же помните. давай, 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 давай. И я пас. И я пас. Пас, пас. Все испугались. Я играю, кроме Кати, Катя никогда ничего не боится. Чек-чек. Чек-чек. 200. С радостью. Изи кол. Чек. Чек. Что у него? 2-пятер. Пуя! Эх, жалко, я с вами не защёл. Долл Бронсон. Я бы тоже выиграл. Я бы тоже. 10. 10? Ну, даже и меня было. наконец я Макса победила. Сегодня историчный день. Спасибо большое. А я думаю, вот как раз об этом. Катя, у вас была и лучшая игра. У вас был баттон, последняя позиция. Ага. И вы всё равно ставили 200 и не знали, где находитесь. Ну, вы фаворит или андердог. Я не знала. А если бы вы сделали ри-рейс, заодно выгнали бы 10, 7, которые там побеждали десятку. Ага. И заодно поняли бы, что у Макса. Потому что, если он ещё раз переставил, и у него, значит, пара какая-то большая. Не, он бы пас ел, потому что, когда я это делаю, он мне как осторожно. Если бы дали 600, я бы точно не взросл. Если бы был ри-рейс, он бы сделал пас. Да, в 3-4 раза больше, чем он. Да. Он бы только заплатил бы туз короля или туз дама. Он бы пятёрки бы выкинул свои бы. Пятёрки выкинул, конечно. Но я хотела его победить, наконец. Так вы бы и так победили, только без риска. А то к другу пришла пятёрка. Моё лицо не смог прочитать сегодня, а? Я даже не смотрю. Я-я-я, это все они говорят. Но это и так, походу, мы же продолжаем изучать наши техники игры в покер. Кол. Окей. Я тоже кол. Кол. Чек. Пас. Чек. 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 Я делаю рейс. Спасибо. Бет. 150. Бет 150. Пас. 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 Изи пас. Да. Изи маниш. Украла блайнды, или как это называется? Кто сама играет? Никто. Никто. Это был блайн, да? Люди. О, у тебя сегодня... Хорошая карта. И правильный бет. Я постаралась сделать, что вы сказали. А можно смотреть вибры. Пожалуйста. Вот в этой ситуации все мне надо было сделать. Все правильно. Все правильно. Префлоп еще повысить. Префлоп можно было повысить, дать какой-нибудь, там, не знаю, сколько, 50-200. и, скорее всего, сразу бы забрали. Да? Да? Окей. Вот. Еще. О, а вы, может, хотите оставить? Нет, забрайте, я могу с этими игроками положить. Может быть, мы хотя бы в перерывах будем играть, а то мы совсем мало играем. А или останемся после уроков. А давайте в казино пойдем после этого. Нет, в казино мы не ходим, мы же спортсмены. А, я забыла, забыла. Так, ваша, это что такое? Кол? Yeah. У меня, не, у меня big blind. Oh, okay, у меня little blind. Ну, там, у Макса little blind. А, у него little blind. Окей, тогда у меня кол, кол, кол. Можно, по-моему, там можно кол делать или рейс сразу? можно рейс сразу делать. 150 рейс. Пас. Там кол, я тоже пас. Мы с Володей играем. А, еще Катя, ваше слово. Окей. 150 уже стоит, только 100 добавить. Чек. Такие безопасные свалки. 80, это уже стритфлеш. Там чек. Катя, ваше слово. Пас. Пас? Yep. Хотя можно чек. Не, я пас. Ну, пас. Yeah. Правильно, чек, по этическим соображениям, потому что, допустим, сейчас Инге легче брифовать против Макса. А. Потому что против одного противника. А против двух труднее. Труднее. Все, поняла. Как раз против Макса сложнее всего брифовать. Не, ну, какая разница, все равно против одной руки или против двух? Чек. 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 А как же вы не боялись, что у него пятерка, семерка, шестерка, восьмерка. У него, видите, какая хорошая была, сразу трефа. Но он рисковал, между прочим. Обратите внимание, казалось бы, на ровном месте получил человек сразу такой флеш, играет два раза чек. А что делать, если вот такая у меня заманила? Она сразу же, да. Я понимал, что мы оверкарты, но я думал, по тузу треф поставить, поэтому я не думал никак, что там флеш-дро. Да. То есть, Макс правильно предполагал, что если бы у вас был туз-треф, то вам сразу нужно было бы ставить на флопе. То есть, смотрите, как если у него нет флеша, он выбрасывает. А если у него есть флеш, как сейчас, он бы опасался еще одной трефа. Или вдруг у вас туз-трефовый с еще трефушкой. С двойкой какой-нибудь, или с восьмеркой. Так, я маленький блайнд. А у меня большой, да? Угу. Причем вы бы сразу прояснили ситуацию. Вы бы поставили на флопе сколько-нибудь там, 150-200. Если он кол, вы натер не играете чек. Если он сильно переставляет, вы считаете шансы, какая вероятность, что придет еще одна трефа, и вы выиграете. В том случае, если у него сейчас уже есть две трефа. Так, ну, успеем еще сыграть с дачку другую, и будем готовиться к следующему занятию, которое игровая дисциплина. и на вошлоу. Коу. Коу. Рейс. Рейс 250. Я пас. Я тоже пас. Тоже пас. Сколько не вижу? Извините. 250. 250. Коу. 600. Ну, давайте посмотрим, что. там ничего король 4 здесь тоже ничего 78 это срезки у меня было дома я выбросил но макс делал рейс я поэтому выкинул и думаю что правильно выкинул он правильно сделал рейс вытеснил все три руки которые могли бы выиграть поймал что он слабость 2 кола сделать сразу большой рейс я знал что буду блефать дальше сразу решил на флопе понятно что редко зайдет карта на таком 10 10 5 тем более кол лучше было меня уже переставить на фото я бы тогда мог выбросить даже сильные карты звали туз 9 ну что век живи век учись следующая наша тема будет игровая дисциплина на сегодня все спасибо а